Не думайте, что я специально нашел цветы, чтобы рядом с ними начать ролик, но в целом вот так сделаю, чтобы вы понимали вид. Но эта кафешка не только из-за этого эпичного вида. Я называю инстокафешкой. Один из топов. Кстати, я могу сейчас доказать, почему это так. Следим за руками. Я просто сейчас попробую бесперерывно снимать. Возможно, потом я что-нибудь, когда буду думать, что мне говорить, обрежу лишние секунды. А в целом сейчас попробуем вместе прям прогуляться и покажу быстренько каждый угол. Объясню, почему вьетнамцы такие кафешки делают и почему эта кафешка одна из самых классных. Погнали. Вот так разворачиваемся. И да, не смотрим здесь вот на весь этот бардак. Это у нас место, где можно комфортно сидеть под тенью и пить кофе. Потому что что? Правильно, потому что это кафе. Давайте начнем просто вот с этого угла, с вида и с лестницы в небо. Оцените. Сразу скажу пару слов. Я не одобряю вот этот цвет. Потому что, ну, как по мне, блин, ну, можно было какой-нибудь другой цвет подобрать. А так имеем то, что имеем. Давайте наверх поднимусь. Не слишком высоко. Это прямо рядом с Ничангом. То есть ехать от центра до этого места 10-15 минут. Давайте я вниз спущу. Здесь прям очень и очень ветрено. Так, немножко камеру вот так сделаю. Опять смотрит на меня. И давайте, погнали дальше. Ребят, здесь бамбук растет. И можно очень классные атмосферные фотографии вот здесь на дорожке делать. прудик с пирсом. Видим, да? Вот пирс. В прудике рыбки есть. Здесь второй этаж тоже. Столики и стулья стоят. Ну, чтобы посидеть. Потому что здесь вечером, когда уже все, солнце заходит, полно вьетнамцев приезжает на байках. И оцениваем вместе красоту. Давайте перед собой тоже покажу, что вы понимали. Так, это я опять. Привет. Погнали. Каждый угол здесь без преувеличения можно использовать для фотосессии. Кстати, к слову, до ковида здесь еще и рояль стоял. И гитара, и стол. Но это все убрали. Может, потом поставят. Идем дальше. Надеюсь, он не сильно сейчас будет сверлить. Это единственный тут вьетнамец, кроме, конечно, барменов, которые работают. И да, еще один плюс этого кафе. Днем тут не души. Редко-редко приходят люди. Вот сами оцените никого. Но, давайте сразу прикол. Вьетнамцы обожают фотографироваться. Из-за этого они строят такие кафешки. Потому что они не только обожают фотографироваться, они еще и любят, когда их фотографируют. Могут немножко смутиться, но нету вот этого, когда вот злое лицо делают. Я такое, ну, в других странах именно наблюдал. Потому что, ну, я не знаю, как-то в других странах очень стремно относятся, когда их фотографируют. А здесь ты видишь, вьетнамцы за работой, или просто увидел вьетнамцы, решил с ним фотографироваться, он будет красиво, улыбаться в камеру. И они обожают, да, еще раз просто повторюсь, сфотографироваться. Из-за этого они делают вот такую красоту и вокруг себя. И особенно места отдыха. А именно кафешки. Смотрите. Это прям мы к началу приехали. Да, еще. Давайте вот так. Пару слов. Сюда подъем немножко трудный. То есть, либо на машине, хотя машина вряд ли сюда поднимется, либо берем мотобайк, такси, и на нем едем. Либо, если это, ну, свое есть, или умеем водить, то можно приехать на байке. Но подъем немножко там местами крутой. То есть, ну, 2-3 минуты нужно будет, ну, на холмик подняться. Сами увидели, ну, на какой высоте находим. То есть, это не гора, холм, но все равно на нем нужно будет подниматься. А поднимаемся. Вот здесь условие есть. Спокойно можно парковаться. И дальше. Вот. Макуза. И зашли внутрь. Мы, если помним, пришли вот с того края. И сейчас в эту сторону. Заказы принимаются тут. И погнали. Ну, я свой заказ взял. В принципе, можно будет вот спить. Покажу локацию. Ценники у них тоже тут, в принципе, в принципе, демократичные. Я себе взял йогурт куртничный. Стоит 45 донгов. Это чуть меньше 2 долларов. И я даже не знаю, с чем сравнить. Так, где у них кофе, 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 кофе. Кофе 30 донгов. С гущенкой 35 донгов. Ну, обычная вьетнамская кофе. Это, в принципе, нормально для такого места. А места... Вот, еще раз. Зацените. Просто фотозона. Фотолокация. Где ты можешь... Ну, такой мелкий реквизит брать и использовать для своих фотоидей. Так, тут внутри тоже пространство. Ой, спит. Не люблю говорить, когда рядом кто-то спит. Ну, громко говорить. Сейчас зайдем внутрь, там уже начну кричать. Так. Продолжаем. Вот здесь тоже территория кафешки. И, в принципе, тоже локация. Как-то я тут фотографировал и использовал вот это освещение, чтобы направить свет более интересно. И получились классные фотографии. Оп. Здесь по освещенности еще вот этот угол. Я обожаю. Сейчас поставлю фотографии, чтобы вы понимали, какие картины можно здесь делать. Вот. И погнали дальше. Попробую подытожить. Наш выпуск. Тут прудик. Тоже с прудиком, кстати. Классное фото, видео получается. Только здесь немножко портит. Вот синяя, зеленая. Я не знаю, как этот цвет описать. Ну, короче, вот от этой сетки очень фигово. Да, извиняюсь, а то у меня палец походу случайно попал. Короче, вот отсюда очень фиговый свет падает и получается такое в стиле аватара кожа. Ну, если модель именно в воде, а я такое часто делаю. Но сами видите, какой ракурс и что здесь можно получить. Тут еще давайте так резко повернул, но видим, да, атмосферу. То есть с этими цветами тоже очень многое можно будет придумать со столиками. Давайте издалека покажу. И тоже пофоткать. Просмотрел материал и забыл, что я, ну, что-то окончание не записал. Я, как и сказал, со своим напитком уже сижу. Сейчас это все соединю вместе. Да, извините, без сценарий, без ничего. Просто решил с вами поделиться. Если было интересно, ну, вы знаете, по традиции YouTube, лайк, подписываемся. Будут просмотры. Ребята, мне прям хочется блог вести, рассказывать вам про такие места красивые в Ничанге. И не только, потому что собираюсь еще больше путешествовать. А так, ну, в целом, я в Азе нахожусь в 6 лет. И у меня очень много знаний накопилось по классным местам. Еще у меня профессия фотограф. Из-за этого я использую, да и сам сижу только, ну, в таких, в таких кафешках. Ну, чтобы красиво было. Не знаю. Мне лично нужно еще, чтобы визуальная эстетика была строго или красочная, но чтобы главное либо текстуры были, либо это было эстетично, красиво. Это лично мое, у каждого свое мнение. Это лично мое мнение. А так, опять же, не забываем лайк поставить, подписаться, что там. Поделитесь с друзьями, которые собираются сюда к нам в гости прилететь, ничем отдыхать. Локацию оставлю в комментах или в описании, ну, как доехать. А если вопросы есть, то пишите, опять же, комментарии. Я всем отвечаю, потому что у меня блок еще не огромный, мне не лень, прям на все вопросы буду отвечать. А так, еще мой инстаграм в описании оставлю, подпишитесь, там больше и больше, гораздо больше локаций и вообще визуальной красоты. Всем пока и спасибо за внимание. Редактор субтитров Корректор А.Егорова